Всем привет! С вами Олег Соскин. На моем YouTube канале подписывайтесь, комментируйте, поддержите канал. Сегодня 22-е, 10-е, 20-22. И уже суббота, с самого утра, с ночи опять тоже все самое. Продолжаются варварские обстрелы всей Украины, городов, гражданских объектов, жилых домов. Со стороны оси зла, военной группировки Российской Федерации, Белоруссии и Ирана. И все более становятся коварными, все более нечеловеческими, если можно так, предел какой-то есть. В принципе, уже и так перейдены все черты, которые свидетельствуют о том, что против Украины воюют вменяемые государства. Это невменяемые лидеры и государства, соответственно, потому что население, народы этих государств, они поддерживают действия своих вожаков, убийц, разбойников. И таким образом они должны нести точно такую же ответственность, их руководство, их население за то, что делают их сегодня правящие лидеры. В Иране, мы видим, началась революция народная, то есть люди, народ Ирана не хочет терпеть этих кровожадных аятолл. И надо всячески поддерживать их в этом процессе. Пришли опять новые самолеты, два самолета, может даже уже больше, в Москве село транспортных, которые привезли новые дроны для Москвы, для Путина, чтобы ими обстреливать гражданское население Украины и нашу инфраструктуру. Мы видим, что, к сожалению, ни США, ни Европейский Союз, ни Япония, ни другие западные страны не в состоянии пока на международном, межгосударственном уровне укротить этих хищников-бандитов с Ирана, аятолл, этих режим преступный. Очень себя, на мой взгляд, совершенно предательски, верлумно повело себя руководство Израиля. Как известно, и министр обороны, и премьер-министр выступили, что они не будут давать Украине поддержку по борьбе с иранскими дронами. Тем более сейчас планируется, что придут ракеты с Ирана. Путин договорился обстреливать украинские города. Это как раз показывает, на самом деле, что такое руководство Израиля и их совершенное, скажем, безразличие, подчеркиваю, к страданиям миллионов граждан Украины. Но ничего, как они относятся, так и по ним будет. Я думаю, как говорится, они забыли про свой опыт. И это бывает. Это бывает. И выскажут предположение, что по Израилю произойдут какие-то сейчас события, для них очень трагические. И, так сказать, если вы не противостоите своему главному врагу Ирану, антагонистическому в Украине, то Иран ударит по вас через свои структуры, через Ливан, через западный берег и Ордан, а может даже напрямую. Потому что, знаете, есть такое выражение, что аппетит приходит во время еды. Это людоеды. Иран это каннибалы. Поэтому, если они видят, что безнаказанно могут действовать совместно с Китаем коммунистическим и Россией против Украины, то тем более могут безнаказанно действовать по Израилю. Я думаю, в ближайшее время Израиль это получит по полной программе. Потому что, как вы поведетесь, так и с вами поведутся. Но это моя точка зрения. То есть, Израиль предал Украину, руководство Израиля предало, вероломно предало. Потому что Украина ведет не только войну против агрессора России, Белоруссии, Ирана. Она защищает сегодня западный мир и в том числе Израиль. Поэтому, если какая-то из стран не поддерживает Украину и не дает ей максимальной поддержки, то это государство рано или поздно станет жертвой этой же агрессии. России, Ирана, Белоруссии и коммунистического Китая, еще и, может, Индии. Поэтому ситуация, надо говорить, что это уже идет третья мировая война. И она расширяется, она уже расширилась. Уже на Иран, на Азию расширилась. И это расширение не прекратится. Украинская в Румынию, она никогда не была в Европе. И более там почти 5000 человек, они проводят учения с учетом того, что происходит сейчас с боевыми тактиками и стратегией, и то, что происходит в Украине. Они готовы войти на территорию Украины, если только начнется война со странами НАТО или с НАТО как таковыми. А к этому все ближе, надо прямо говорить. Польские войска выдвинулись сейчас ближе к территории границы Белоруссии, наконец-то. И Литва должна тоже делать. Надо окружить Лукашенко, чтобы... Надо его зажимать. Надо зажимать, потому что сегодня это главная угроза для распространения войны уже непосредственно на всю европейскую часть, на все европейские страны. Прежде всего на Балто-Черноморские, конечно. И по Балтийскому, на Балтийско-Северное, Балтийское море и Северное море-регион. То есть ситуация с каждым днем обостряется. И сегодня 22-е, и в ночь с 21-го на 22-е происходили опять все то же самое. Удары беспилотников иранских, ракет с Каспийского моря, потом эти самые другие ракеты, которыми обстреливается Украина. То есть практически мы видим, что все то же и все более жестоко. И с другой стороны, конечно, Украина нанесла серьезные удары на юге, по Херсону, особенно по вот этому понтонному мосту, по которому коллаборанты и элитные войска Российской Федерации пробовали перейти в ночь с 20-го на 21-е, выйти с Херсонского мешка. И там, конечно, отправилось их, так сказать, в другое измерение сотни человек, сотни существ этих. И сегодня практически уже Украина держит под всем огневым контролем этот мешок. Только надо больше, больше надо атаковать, надо его сжимать, надо освободить Николаевскую область немедленно. Это Снегуровка, это принципиальный вопрос. Так же, как, конечно, Борислав, но Снегуровка это важно, потому что Николаевская область должна быть полностью зачищена. Так же, как и Харьковская. То есть почему не зачищена Харьковская область, почему не вошли на дорогу Сватова-Старобельска основную, там где Куликовка, совершенно непонятно. То есть надо наступать. Не будете наступать, значит они на вас будут наступать. Это Зеленский, там это все ваше руководство, все эти Ермаки, Тимошенки. Сегодня уже не поймешь, кто там, где, что командует, что делает, откуда оно идет, это руководство, что они делают. То есть мы видим, что по сути сегодня вооруженные силы Украины не в состоянии осуществлять даже локальные наступления с позитивным победным результатом. То есть все продолжается. Линия та же самая. Конечно, ситуация усложнилась в связи с тем, что этот призвал Путин эти сотни тысяч мобилизационных, и они как какие-то биологические машины, заряженные на уничтожение, идут и отдают свои жизни за этих триллионеров московских, конечно, кремлевских. Это, конечно, просто какое-то абсурднейшее явление, которое мы не видели. Далее важнейший элемент, который мы должны с вами говорить, что фактически уже война идет, то есть поскольку аннексированы четыре области, то теперь Путин считает, что это его территория, его территория, так же как Крымский полуостров. И поэтому война уже идет непосредственно на территории Российской Федерации. В связи с этим Зеленский, Ермак, Шмигаль, Арахамия, все вы там, которые, военное ваше руководство, вы же там советуетесь с этими американцами, англичанами. Вы должны понять простую вещь, что уже не имеет значения, где вы наступаете, где вы ведете боевые действия, потому что Херсонская область, Запорожская, Харьковская область, Луганская, Донецкая, это такая же Россия, они считают, как и то, что вы войдете в Уразово, или вы войдете в Алуйки, или вы будете наступать в Брянской области. Это уже не имеет значения. После того, как произошла аннексия, после того, как они ввели в состав Российской Федерации украденную у нас территорию, война перешла уже открыто на новый уровень, и поэтому он ввел военное положение, частично пока на этих оккупированных территориях, и полностью на оккупированных, частично на прилегающих российских территориях к оккупированным территориям Украины. И дальше там снижается градус, но по мере того, как война будет распространяться уже на территорию остальной России, поэтому уже это несомненно будет. Поэтому ваши глупые, сегодня объясните этим Байденам и прочим там в Европе, что Путин отступить уже не может. Он уже ведет войну за свою, как он считает, российскую территорию. Поэтому Эрдоган, вот этот смешной, папа римский этот, франциский и прочий, этот Берлускони, не понимают чего, Макрон тот же, да и в Германии многие, не понимают чего, что уже практически Украина воюет непосредственно с Российской Федерацией, как Путин считает, на территории Российской Федерации. И никаких уже мирных переговоров быть не может. Потому что мирные переговоры, это значит должно руководство Украины, Зеленский и все, и Верховный Совет. И армия согласится с тем, что отдаем 5 областей. То есть 20, больше, ну 20, там около 20, 18% территории Украина отдает. Поэтому, когда идет сейчас сражение за Херсон, для Путина это сражение за то, что у него хотят забрать российскую территорию. Неужели вы думаете, что он с этим согласится? Неужели вы думаете, что он это позволит сделать? То есть, фактически, уже война перешла в другую, на другой уровень. На другой уровень. И сегодня Украина уже не просто освобождает свою территорию, как мы считаем. А для Путина, это Украина оккупирует российскую территорию. Поэтому не имеет значения, где вы будете наступать. Понимаете или нет? Поэтому, чем быстрее вы перестроите мазьи свои и пойдете в наступление на Белгородскую область, на другие области, на Курчатов, на Курск, тем лучше для вас будет, потому что он не может весь фронт закрыть. Он не может весь фронт закрыть. И ему нечем там закрывать фронт. А разницы, дорогие уже болваны вы при власти, и эти, которые на Западе, и Байден, и эти все Европы, уже никакой не имеет. То ли вы будете воевать на этой территории, то ли вы будете на другом куске воевать российской территории. Вот что я хочу вам объяснить. Бестолковые вы члены пианисты и прочие тупые, которые есть. То есть Запад не понял, что все. Что уже ситуация радикально изменилась. Радикально изменилась. И уже практически началась Евразийская война. И Иран уже стал участником этой войны. И чем больше вы сопли живете на Западе, там в США, и не даете Украине соответствующее вооружение, чтобы нанести поражение врагу, тем хуже для вас будет. Потому что вы будете следующими. Это уже абсолютно несомненно. Поэтому что делать? Только наступать. А украинским гражданам могу сказать только одно, что я говорил в этих городах. И мне пишут благодаря, что вы послушали меня, моих советов. Выезжайте на западную, юго-западную часть. Я назвал вам области, где создавайте там кооперативы. Сами переезжайте в эти близлежащие страны. Это Болгария, Румыния, Молдова, Словакия, в какой-то степени Чехия. И там можно даже Венгрию, там прилегающая к Украине территория. Она практически не заселена. Там очень много свободных мест в селах и так далее, венгерских. И там располагайтесь. Мужчины с одной стороны, пока это такое дурацкое антиконституционное решение, что мужчин не выпускать. А женщины, дети и старшие люди с другой стороны. И таким образом будете создавать такое предпринимательско-кооперативное средовыще. Вы с Олегом Соскиным. Всего доброго. Подписывайтесь на канал. Еще раз подчеркиваю, что Украина все равно победит. Но все говорит о том, что война будет очень долгой, тяжелой и очень сложной для всех граждан Украины. Но не только. Для всех других тоже будет. Для всех других тоже. Сейчас посмотрите, что будет с Израилем. До новых встреч. Для всех. До новых встреч.